здравствуйте здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова и сегодня нас ждет очередной разбор невербального поведения на нашей известной телеведущей программы время екатерины андреевой она не будем откладывать этот разбор в долгий ящик приступим сразу к делу и начнем мы с разбора именно невербальных сигналов тела потому что было много таких вот сигнальчиков которые я считаю что нужно обратить на них внимание они при ну все все интервью они присутствовали в поведении екатерины и они дают нам много сигналов много таких вот моментов по которым мы можем понимать на каких словах она зажималась на каких словах она наоборот воодушевлялась какие вопросы в ней вызывают наибольший стресс и поэтому мы можем понять где она попросту говорит правду а где она врет да конечно же герой нашей нашего сегодняшнего разбора человек очень опытный и в самом начале интервью она произнесла такие слова после которых вот я понимаю почему многие из вас когда я задала вопрос стоит ли ее разбирать многие из вас написали а что ее разбирать не и так все ясно так вот вот с первых же слов этого интервью было сразу все ясно но тем не менее многое нам с вами очень интересно с точки зрения и невербалики и манипуляции в манипуляциях она просто профессионал с большой буквы и вот на ее манипуляциях я считаю что имеет смысл учиться и нам для того чтобы не быть обманутыми в обычной жизни либо с вот как с экранов телевидения чем она и занимается в общем то перед нами человек у которого надо научиться вот и все как спасение утопающих дело рук самих утопающих да а значит давайте внимательно смотреть наблюдать за ее сигналами тела и будем делать определенные выводы потому что бывают такие случаи когда там первый сигнал тела конечно же это поправление волос мы с вами давным-давно его знаем кто у меня на канале уже давно те уже в курсе да если человек начинает трогать свои волосы он как бы тем самым показывает любуйтесь но я красавчик я этим горжусь да ну смотрите вот здесь с одной стороны идет сама презентация с помощью волос с другой стороны а вы обратили внимание там локтем должен что-то вот локтем немножко дернула а это сигнал того что она пытается эту информацию немножечко от себя оттолкнуть да то есть противоречивый немножечко жест с одной стороны с другой стороны волосы это про себя любуйтесь но я красотка да красавица я я молодец да с другой стороны а вот та информация о которой я говорю ну здесь вот надо отделять мух от котлет да и самое интересное наблюдаем за ее пальцами об этом чуть дальше мы как федеральный канал не скажем ну что это все он скажет потом интер вот да вот по поводу этой конфигурации пальцев вот это вот я бы хотела обратить на это внимание подробнее давайте еще разочек мы как федеральный канал не скажем вот вот этот вот жест очень показателен здесь я вывела схем очко которую вы уже наверняка у меня видели если вы со мной уже давно кто новенький не забывайте подписываться обязательно на канал потому что я здесь даю очень много полезнейшей информации а значит смотрите первый палец который идет к основанию челюсти и поддерживает как бы и щеку и челюсть это указательный указательный он у нас отвечает за руководство да и вот здесь вот она иллюстрирует влияние руководство да на то что она сейчас говорит но смотрите еще один палец вот здесь вот он это палец сатурна он отвечает за дисциплину и он придерживает подбородочек подбородочек у нас за отвечает за говорильные способности за то что человек но если человек пытается закрыть чем-то мы можем закрывать чем угодно можем одежду натянуть можем там любым пальцем закрыть до можем каким-то еще образом там волосами еще но то есть когда человек пытается закрыть подбородок он пытается закрыть свою речь до пытается что-то не сказать и в данном случае смотрите дисциплина запрещает ей что-то говорить вот ее самодисциплина в данном контексте именно так ну что это все равно скажет потом интернет вот я стала работать он про меня вызвалась а вот здесь вот смотрите идет только указательный палец и она и говорит про своего начальника вы видите как интересно происходит вот этот параллельно идет сигналы ну вот получается вербальные сигналы да то есть то что она говорит и что говорит ее тело все идет в параллель она может какую-то информацию промолчать но ее тело может по привычке продолжить говорить вот для чего и нужно изучать язык тела именно для этого чтобы сразу сверяться с двумя источниками информации до чем мы с вами здесь и занимаемся сказал вот будешь вместо меня искал ты что носка будешь с ним спорить он такой брутальный был спорить было невозможно но и не хотелось в общем то здесь нет вот этого пальчика да то есть получается что эта информация для нее не стрессовая это просто вот она здесь иллюстрирует до что начальник ее поставил причем основание челюсти это как раз вот подготовка к действию это действие такое уже подготовленное не просто там с бухты барахты вот на передовой челюсти у нас подбородок да мы можем что-то лишнее ляпнуть а здесь уже подготовленная информация и с точки зрения физиогномики вот эти места у кого они широкие это люди которые очень четко скажем в любой ситуации у них все подготовлено обычно они всегда они ну вот для них нет стресса вот у людей с узким основанием челюсти они менее стрессоустойчивы а здесь вот если сюда идет указание пальцем то это и про стрессоустойчивость и про устойчивость вообще в жизни и здесь получается что дорогу в жизнь дал ей именно этот начальник до который вот так вот руководством ее поставил на это место у вас были хорошие отношения да он вообще как руководитель очень сильный был завяжу до сих пор должны несколько источников получать они не журнал зато мы не можем то что против нас как против сми видите опять идет вот это вот пальчик сюда до указательный хотя я думаю что сейчас и против смотрите а теперь пальчик пошел и сюда по придерживать да то есть получается что указательный палец это про руководство и руководство не только ставит но и определяет цензурирует да то есть вот это вот цензура того что я буду говорить здесь конечно же тоже участвует вот этот указательный пальчик здесь прям вот причем смотрите она так вот сначала его сюда повела а потом убрала да ну то есть все таки руководит ей есть руководители да вот каких-то наверное блогеров если у них какое-то количество подписчиков я не знаю законодательства но мне кажется что если ты уже сми то ты тоже должен быть ответственен ты не можешь транслировать ложь уволиться мне было в тот момент 17 лет вот здесь вот интересный такой жест по поводу смотрите получается в каком месте она почесала это на стыке щеки и щека как мы помним это кубышка но и я думаю что этот жест напрямую имеет отношение к рту а и здесь вот вопрос был спорный по поводу расширения захватнической деятельности рта по поводу рта я рассказываю у себя там на бесплатных занятиях если хотите будьте подписаны просто на канал я периодически провожу эти занятия и вы там все ну я более подробно расскажу просто сейчас поверьте мне на слово что если это касается рта то это касается аппетитов человека до аппетитов и здесь вот ей пришлось как-то пересмотреть свои аппетиты но потому что это не вот как-то так а именно вот так вот идет этот жест то есть ну и руководство здесь принимают участие и вот получается что ей пришлось скорректировать свои аппетиты вот что она проиллюстрировала может быть сейчас я этот вызову приняла но тогда я поняла что я просто не справлюсь потому что кто-то же знал о том что это дело у меня значит ну то есть вот эта конфигурация пальцев мы с вами ее уже изучили подробно да тот кто знал он работал в этой же системе а то есть ну кто-то из своих конечно 100 процентов только только из своих обычно так это и бывает единственное что я смогла сделать я смогла во-первых убежать и ударить его очень сильно этого преступника по причинному месту у меня было на принятие решения ночь и я приняла решение не идти дальше в эту профессию да и обратите внимание вот этот вот жест который здесь несколько раз мы с вами увидели вот это когда она трогает челюсть до разными способами мы с вами очень подробно это рассмотрели но в общем этот жест я обратила внимание в процессе всего интервью появляется именно тогда когда екатерина говорит о каких-то вещах которые ей не нравятся которые вызывают в ней стресс это своеобразный жест я в домике у каждого этот жест разный вот в данном случае я вижу что она когда пытается как-то спрятать свои эмоции когда она старается меньше сказать а там где мы стараемся меньше сказать там как раз все и зарыто обычно да вот идет вот этот жест но здесь в общем то с одной стороны понятно с точки зрения женщины до с точки зрения возрастных изменений понятно что 2 подбородок у каждой женщины с возрастом появляется и он отвисает к сожалению и у нее это тоже присутствует и поэтому она таким жестом немножечко себя успокаивать но ты все равно красотка да ну то есть успокойся да это первое второе это ну вот когда она этот жест делает она не жестикулирует и у нее выключаются иллюстраторы в основном до чаще всего то есть рука занята и вот иллюстраторы они такие вот более сглаженные и по сути она в эти моменты как раз замирает замирает и ну как-то думает ей так спокойнее это жест манипулятор по большому счету вот когда вот так вот человек притрагивается к себе или там натягивает на себя одежду либо там закрывается это все жесты манипуляторы призваны успокоить нервную систему и в данном случае мы видим что она действительно таким образом успокаивается да и почему она успокаивается да потому что тема которую вот на которой она отвечает она не очень ей нравится а это обратите внимание обязательно кстати после моего разбора пересмотрите это интервью я считаю что вы найдете там еще много интересных вещей кроме того что я разобрала я разберу еще много интересного да и но самом конце мы нам ряд золотые слова которые в начале интервью я прям поставлю вам покажу вообще вот вот просто кульминация всего было в самом начале да но значит понятно да таким образом мы понимаем что в стрессовых ситуациях екатерина вот этот вот джет включает до под касающихся челюсти касающийся челюсти значит теперь давайте уже непосредственно разбираться в тех вопросах в которых ну хотелось бы разобраться да и первый вопрос который вызвал в ней массу просто массу реакций это вопрос возраста и конечно же многим тоже будет интересно разобраться в ее возрасте но давайте смотреть как екатерина справилась с этим с ответом на вопрос да и самое главное какие манипуляции она предпринимала вот здесь вот как раз просто кладезь манипуляций который я считаю что нам с вами в нем надо разобраться потому что но мы мы все смотрим на нее да она публичный человек и нам надо понимать чем она оперирует оперирует она большим арсеналом манипуляций кстати у меня есть курс по манипуляциям там как раз вот все ее манипуляции даже больше собраны в этом курсе если интересно под видео ссылочки на другие мои курсы но вот здесь вот прям знаете давайте пройдемся по тем способом как она пытается уйти от ответа и в итоге мы с вами ответ так и не получаем на этот вопрос скажи пожалуйста сколько тебе лет на самом деле вот смотрите какая интересная реакция сначала замирает потом вот этот жест который мы с вами только что изучили да она пытается спрятаться но понимает что этим дело не обойдется да и дальше включается такой смех что ну просто считать это смехом я думаю что даже не разбираясь физиогномики вы поняли что это слишком напускной суши слишком показушная да вот смотрите попыталась спрятаться немножко до замерла подумала что же ей ответить а потом дальше вот вот это вот но это как мы можем понять что это не смех ну во первых глаза совершенно не участвует во вторых даже рот не растянулся для смеха в третьих слишком запрокидывает голову ну то есть это слишком показушно и вот смотрите чем она завершает эту всю пантомиму вот пожалуйста сейчас как бы отсмеялась да и дальше рука идет вот так вот ладонью вниз да то есть давай закроем эту тему давай не будем ее трогать то есть вот это вот попытка сиди тихо да сиди тихо не задавай глупых вопросов это вопрос который меня на самом деле ставь в тупик потому что конечно не столько сколько в википедии мне написали и как любой женщине не хочется признаваться смотрите сразу идет присоединение к любой женщине это первая манипуляция это все конечно уникальность но вообще вот в целом да в целом тут даже вот сейчас я вот это вынесла прям она будет в течение всего фрагмента потому что сплошное заболтывание бла-бла-бла-бла-бла-бла и ответа мы так и не получили но заболтывание профессиональная должна сказать станция как шекспир вот да я как шекспир то есть отсылка к авторитетам тоже это манипуляция тебя смотрите дальше замирает придерживает подбородочек да вот вот это вот ну то есть все 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 включено в то чтобы заболтать заболтать отвлечь внимание википедии два года рожден два года рождения сначала была одна я пыталась добиться всеми способами чтобы это у меня убрали в результате так и не убрали потом поставили кутов ну еще второй год уже верный почему я да но и самое интересное она не уточняет какой из этих годов верный да то есть все равно остается загадкой все равно надо за бога как бы говорит но как бы ни о чем-то что мешает сказать вот один такой-то верный другой неверный да но здесь идет вот это бла-бла-бла-бла-бла бла-бла причем делается это профессионально и в общем то мы слушаем много лет не пыталась ничего изменить да потому что просто не читал эту википедию ну вот теперь смотрите часто манипуляторы для того чтобы доказать что они правы они говорят да кто вообще об этом говорит да 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 он вообще не достоин авто он вообще для меня пустое место да вот что это такое википедия да да это ерунда какая-то кто я читает да для меня это не авторитет да и для вас если вы умные люди да почему это должно быть авторитетом да то есть не не читайте эти глупые какие-то какую-то информацию да слушайте меня ну а по сути она ничего нам никакой информации при этом не дает она обесценила сейчас источник да но это еще один признак того что она пытается нам запудрить мозги понимаете вот такое ощущение вот знаете как наперсточник кручу-верчу за запутать хочу то есть все аргументы да все способы заболтать запутать запудрить но никакой информации при этом да то есть да они вообще не ну то есть обесценила википедию при этом выставляет лоб поднимает брови расширяет глаза вот на этих словах то есть для для меня википедии это вообще пустое место да и вот при этом вот это вот акцентирование на этом внимание акцентирование внимания как раз и говорит о том что она пытается нам сейчас вот это хорошо продать вот эту тему что ну обесценивание википедии и ничего не пытался изменить я просто не знал что написать никогда не вбивал своими в поисковую строку нет а зачем мне этого для чего что я бы я сама все все знаю я предпочитаю я я выше этого еще один способ манипуляции но тут просто вот все манипуляции какие возможны они присутствуют и поэтому конечно же забавно наблюдать за тем как вот пытается человек нам это все рассказать но это еще и не только забавно это и поучительно почему вот мы с вами это и разбираем в общем то мне на самом деле все равно вот по-женски я с восторгом смотрю на нее потому что действительно она выглядит просто блестящий для своего возраста какая бы дата у нее не было но как профессионал я смотрю за ее манипуляциями невербальным поведением и для меня просто это такой источник информации который я могу вам сейчас это показать поэтому не забывайте ставить лайк этому видео продолжаем дальше смотреть не впускать в свое сознание никаких лживых фактов никаких о себе неприятных вещей потому что только мы знаем кто мы мало того что они не захотели ничего исправлять много лет подставляя меня слушай для каждой женщины знаешь прибавить еще раз присоединяется к каждой женщине то есть но вот это еще один способ манипуляции на самом деле это не просто так она говорит для каждой женщины она для того чтобы мы с вами все женщины подумали да действительно ведь она права а ведь это же действительно как это мне сейчас прибавят пять лет что-то не то . зачем нет надо я уверена в себе но зачем мне вот это нужно у меня что поддельные документы ну вот они же утверждают что у меня лужков тебе или кудрявцев и конечно конечно как это возможно лужков преступник тогда получается это уголовное преступление а вот здесь вот интересная манипуляция тоже которой пользуются махровые манипуляторы доведения до абсурда любой любую информацию можно довести до абсурда и здесь она очень блестяще этим пользуется кстати по поводу доведения до абсурда и всего такого я думаю я буквально там несколько включила сейчас программу время я пыталась найти где она две стороны про навального как она объясняла я так и не нашла там много этих программ время я так понимаю каждый день они выходят поэтому не стала я это делать но первую же программу которую я включила я поняла что там манипуляции просто процветают вот если человек неподготовленный начинает смотреть этот вот то что она дает это это просто страшно сразу промывка мозгов идет ну ладно это мое личное мнение поэтому я оставлю его для себя вот доведение до абсурда это прям знаете любой манипулятор этим владеет блестяще и екатерина это делает тоже блестяще единственный жест который ее в данном случае выдает это смотрите вот это вот зажимание большой большой пальчик она прячет в кулачок а это как раз говорит о том что она чувствует себя неуверенно то есть большой палец палец вы кстати если хотите провести тест на ваших знакомых там еще на ком-то попросите сжать руку в кулак и как человек сожмет вот люди с бойцовскими качествами характера сжимают вот так вот они вот кулак сжимается так чтобы им было удобно бить люди которые не очень как сказать вот помните как этот смит на оскаре ударил там этого ведущего да и я думаю что он кулак сжимает вот так человек который как бы хочет показать свою свои бойцовские качества но даже не знает как сделать так чтобы вот при ударе например вот когда человек вот так будет бить да он вывернет свой большой пальчик это тоже показатель до человек как бы не приспособлен к жизни а когда человек прячет руку в кулак вот вернее вот это большой пальчик в кулак большой палец это наше эго и человек как бы пытается это эго спрятать и уберечь уберечь от каких-то воздействий внешней среды вот это говорит о том что человек вот в данном вопросе которую он сейчас озвучивает он очень не уверен он пытается спрятать вот это все и ну как бы не не трогайте меня пожалуйста он он прячется в домик это наблюдается у маленьких деток когда они только родились когда они еще не познали мир они как раз именно так и прячут кулак пальчик вот этот вот обращайте внимание на этот момент потому что это говорит о внутреннем состоянии человека и вот она говорит уверенно да вот несет определенный посыл но манипуляции просто блестящие она использует да ну в манипуляциях она как рыба в воде но вот этот вот жест говорит о том что и есть что скрывать вот и вот здесь вот ее его очень сильно страдает и она даже ее будут стрелять она не скажет правду да вот здесь вот конечно же сигнал того что она очень не уверена в себе в этот момент давайте смотрим дальше если ты подделываешь паспорт потому что тогда ты получаешь пенсию раньше например да какие-то льготы там еще что-то это как это это пошла разглагольствовать да и при этом понимаете вот вот учитывая вот этот палец я думаю что здесь здесь она знает о чем говорит понимаете здесь что-то скрыто что-то спрятано вот вот такая вот фальшивомонетчество практически только это подделка документов это реальная уголовная статья значит википедии считают что у меня уголовная статья с какой стать но лучшая оборона это нападение получается что сейчас она вот с таким вот видом ну во первых уверенно да говорит с наездом да и то есть вы что хотите сказать вот это вот еще одна уловка манипулятора а ты что хочешь сказать что я вру а ты что моему слову не веришь вот когда манипулятор начинает вас брать вот на это на слабо по сути да имейте ввиду что вас хотят наколоть но вот в данном случае конечно же много много сигналов того что пытается пытается нам запудрить мозги но знаете я попыталась тоже разобраться с ее даты рождения но и нашла несколько статей но знаете по косвенным признакам по косвенным каким приз каким косвенным признакам можно доверять а у нее есть дочь да и сколько лет дочери вот это я попыталась выяснить и когда она ее родила а тут очень интересно я тут некоторые вырезки из статьи 27 ноября диктор программы время отметила очередной день рождения ей исполнилось 56 лет но если верить википедии то екатерина и отпраздновала 60-летие телеведущая несколько раз обращалась к представителям ресурса чтобы они исправили недостоверные сведения в итоге телезвезда решилась на публичное заявление ну то есть получается что она негодует по поводу того что дата рождения неверная и в общем то ее можно понять а дальше я стала выяснять вот изначально по википедии до первый муж андрей назаров учились в одной школе по словам андрея она вышла замуж в возрасте 18 лет родила дочь наталью наталья выпускница мгимо ну в общем понятно да в 18 лет вышла замуж а дальше тут у то вот смотрите первый муж екатерины андрей назаров ее любовь со школьной скамьи дочь наталья родилась у пары в восемьдесят втором году спустя некоторое время супруги развелись а теперь давайте разбираться если в восемьдесят втором году вот я перекрыла немножко восемьдесят втором году родилась дочь то ну если считать вот ну по википедии да если 61 у нее в конце года день рождения 27 ноября то есть восемьдесят втором году екатерине было 20 лет если на 61 года рождения тут все сходится да а если же она 56 если она получается 65 года рождения это плюс четыре года вернее минус четыре года то тогда дочь родилась в 16 лет но как бы в одном из источников я прочитала что одно маленькое но общих детей у душа на душан это ее второй муж и екатерины нет свою единственную дочку андреева родила в первом браке когда ей было всего 16 лет то есть здесь да вот в одной из статей я нашла вот именно эту информацию да но видимо эта информация была взята по вот из википедии где две даты рождения да получается что еще я нашла на счету у телезвезды два брака с первым супругом познакомилась еще в школьные годы первой любовью стал андрей назаров мужчина по специальности юрист после свадьбы екатерина не стала брать фамилию мужа осталось со своей когда ей было 20 лет она забеременела через 9 месяцев родила дочку назвала натальей то есть вот разные разные источники утверждают разные даты когда родила екатерина остается загадкой но самое главное что меня очень сильно смутило а почему вот так вот всем приходится до додумывать догадываться но видимо там что-то все-таки мутно до мутно и по ее поведению я вижу что тут есть что скрывать и поэтому вот такая вот засекреченная информация а если у вас есть какая-то еще информация по этому поводу пишите в комментариях да может быть мы еще по разбираемся в этом хотя в общем то мне лично все равно как какая у нее там дата рождения главное что мне мне нравится как она выглядит да мне не нравится в конце я скажу что не нравится да но вот что касается ее внешности я просто с восторгом смотрю на ее лицо с восторгом смотрю на ее образ жизни вот с точки зрения здорового образа жизни да и здесь конечно же браво что мы что можно сказать боль кроме этого ничего но это что тут что-то спрятано это сто процентов да мы идем дальше следующие сигналы тела у нас будут касаться давайте смотреть у тебя очень интересная тема диплом на работающие просто за нее первый раз получил по башке ты сравнивала режимы гитлера и стали и мой научный руководитель который наверное входил в нквд я так думаю хотел меня просто распять вот обратите внимание на локоть вот это вот сигнал тела но мы с ним уже знакомы да многие кто у меня на канале давно те уже знают кто никто еще раз призываю подписаться тех кто еще не с нами а то есть локтем мы отталкиваем ту информацию которая нам неприятно я знал что он мэр и голосовал за него вот и все мое знакомство видите тоже локтем локтем то есть там что-то что-то зарыто я не знаю может просто вот эта история которая гуляет по интернету о которой упомянула ведущая кстати ее не нашла да я не искала просто но может быть эта история ушла благодаря там лужкову да и вот сейчас какое-то странное отношение к нему то есть вот это локтем локтем отталкивает что-то что-то ей не нравится вот видите локтем локтем еще и видите не только локтем но она еще и держалась за подлокотник и отодвинула немножко руку то есть ей что-то здесь не нравится и выставила лоб вот прям что-то какие-то неприязненные отношения с лужковым если кто-то в курсе напишите в комментариях вот я просто мне интересно что там что там зарыто там что-то явно есть да а следующие сигналы тела давайте проберемся когда ты говорила в одном из интервью о том что вообще страх это вот эта секунда все остальное наше отношение к видите как много сигналов тела она во первых дисциплиной придерживает подбородочек не скажи лишнего во вторых дернулся локоть мы с вами это прошли до тебя к этому другой подход вот он вот он жест ну я думаю все понятно да я не буду сейчас на этом заострять внимание то есть ты вот эту 7 минутный дискомфорт испытала дальше ты начинаешь раскладывать эмоцию на атом так что я могу сделать это еще выход из ситуации и поэтому не испытываю стресса и поэтому у меня уровень кортизола никогда не будет повышен потому что стресс это сиюминутная ситуация а дальше ты уже начинаешь это обсусливать обмусоливать и переживать а нужно искать выход из ситуации и тогда у тебя не будет стресса да но увидели да все жесты которые я хотела вам показать следующий фрагмент какой у тебя может быть для тебя наиболее интересный исторический момент эпоха который тебе кажется очень значительный в контексте вот это египет древний египет потому что из древнего египта вышли многие знания и многие темы которые мы сейчас имеем катя вот очень в общем волосы обратили внимание да кстати по поводу комбинации пальцев я думаю вы уже сами сделаете выводы но и якобы отстранение и возвращение на первый канал первый раз это случилось 2009 смотрите челюсть вверх и откидывает волосы этот вопрос в ней вызывает конечно же гордость но смотрите как она уйдет от ответа а второй раз 2018 году и первый раз по легенде ну так интернет весь завален этой информации что не дал этому случиться сам президент страны то есть сам путин вмешался и не дал случиться твоему отстранению я крутой да смотрите ну во первых вот это показано показушное отвращение держит челюсть опять это стресс до держится прямо даже сжала спинку кресла вообще сама вся сжалась и доводит до абсурда да при этом конечно же что это все говорит да это говорит о том что человек боится боится сказать правду но вот здесь вот прям причем ведущая тоже молодец она очень красиво тактично к этому подошла до безусловно сманипулировала тем что весь весь интернет пестрит то есть отсылка кому-то тоже тут манипуляция да но здесь получается что перед нами человек который не хочет говорить правду и эту правду не скажет то есть сейчас она нам отыгрывает новую пантомиму да чтобы мы с вами отвлеклись до доводит до абсурда но здесь смотрите чего мне не хватило не хватило удивления и не хватило возражения понимаете вот здесь вот как бы сидит улыбается сказать что-то боится но для меня это вот прям четкий сигнал того что это все правда слушай ты вообще единственный случай в мире когда президент якобы влияет на такую ситуацию да ну во первых все это какая слушай подожди это как в этом и перебивает забалтывает сейчас анекдот расскажет то есть вот это вот забалтывание попытка увести понимаете фишка в чем обманщик старается увести с запретной темы вот здесь вот как раз это и есть то есть она сжалась сконцентрировалась вопрос пытаются еще больше развить нет ты подожди дай тебе анекдот расскажу пока я буду рассказывать анекдот я и придумаю новый ответ и может быть разговор пойдет по другому руслу то есть попытка уйти от сложной темы вот это вот очень важный показатель если вам пытаются что-то соврать умолчать вот это вот прям подсказочка такая как это делал как это делается часто причем такими махровыми манипуляторами да она довела до абсурда да ну где же такое возможно да у нас это возможно господи анекдоте ельцин едет за рулем врезается в дерево и кто-то из конечно говорит слушаешь какая же у него крыша если у него водила ельцин вот примерно так же да это какой же я тогда человек если меня спасает сам президент я не знаю мне это доподлинно неизвестно поправила волосы так и не ответила она конечно же все и известно и вот поправила волосы любуйтесь мной я красотка да там раз и спряталась опять то есть нет возражения ну да я их в общем вы поняли да поэтому я считаю что здесь очень очень много чего зарыто и здесь копать и копать если кто-то что-то знает давайте в комментариях пишите свои истории мне интересно почитать вот это все потому что я я в общем то не была в теме но сейчас посмотрев это интервью очень много для себя открыла понимаете иногда очень полезно смотреть это интервью живешь и не знаешь насколько все запущено а потом когда вникаешь оказывается все еще хуже чем ты думал да но значит дальше идем следующий фрагмент просто попадание ему в мужичок вот туда куда надо без всяких манипуляций просто картинка который он привык он ее увидел а дальше когда мы сели с ним я спросил джейм что вам снилось сегодня ночью игру я знаю что вы во снах видите свои фильмы откуда вот эти вот люди с этими синими ушами он меня больше не спрашивал вот обратите внимание когда она воодушевляется у нее все-таки есть она открывается она перестает держать подбородок вот я для этого еще включила да я включила этот фрагмент вот по этой причине чтобы вы увидели что есть у нее на самом деле иллюстраторы да когда она воодушевляется она наклоняется корпусом она просто пытается нести эту свою мысль да она вот прям вся горит в этом но в тех вопросах где ей надо промолчать она просто поддерживает подбородочек сжимается и проговаривает то есть вот поэтому всему мы можем прям правда ложь определить моментально да и самое интересное почему я включила да давайте смотреть дальше смотрел ли это кино или нет потому что ну потому что уже по этим деталям понятно что смотрел и интервью получилось понимаешь я противница того чтобы у мужчины брал интервью мужчина почему это неправильно должна быть женщина и когда к нашему президенту сажают все время мужиков это неправильно мне не интересно становится меня не вштыривает потому что только мужчина женщина начинается химия даже если между ними ничего нет политического характера экономического какого угодно и любая женщина мужчину разговорит иначе и когда президент разговаривал с этой американкой вот это я смотрела а когда с какими-то людьми мужчинами я сразу включать телевизор да вот я начала фразу а почему я включила этот фрагмент вы послушали я надеюсь поняли что перед нами человек очень умный но по крайней мере вот на мой взгляд она очень умные вещи говорит что надо обязательно включать сексуальный подтекст обязательно надо включая ну узнавать что человеку нравится да вот вот это вот она очень четко это использует она и проговаривает проговаривает с воодушевлением для чего я вам хочу это показать для того чтобы вы понимали насколько человек знающий свое дело вот это ну с одной стороны это комплимент ей как профессионалу с другой стороны в последнем фрагменте я скажу к чему я клоню да значит следующий фрагмент вот еще подтверждение тому что там что-то зарыто в одном из фрагментов которые мы с вами посмотрели давайте смотреть мой 20-летний юбилей я не участвовала в 50-летней программе время как ведущая хотя я единственный счет то 20 лет вот так вот даже не знаю я не буду это оценивать просто потому и поверь мне я не плакала из-за этого это же звоночек раз не отметили юбилей наверняка же есть недоброжелатели как ты в этом во всем выстояла если много кила от каравана идет я просто не обращаю внимания делаю свою работу это очень тяжелая работа как рабочий лошадь и я собственно вы читаете титры да я написала она закрылась не буду не обижалась когда меня отстраняли от эфира просто работала на той должности куда меня поставили от стране жалоба не давала интервью не не кляузничала ничего не делала вообще просто работала но это было чье решение кирилла клейменова или эрнста тонкий лед нельзя об этом договорить провалимся давай не будем но ты например ты зная кто за этим стоял ты общаешься с этими людьми и взаимодействие конечно есть одно правило которое надо всегда соблюдать держи врага ближе ближнего люби его как самого себя но ведь твои враги не часто по не могут сделать то что тебя здесь народ а здесь я люблю обожаю да ну вот это вот все что я сейчас услышала по крайней мере для меня говори сигнал того что действительно там очень серьезный покровитель и ну давайте делайте вы сами выводы по поводу этого но в общем пишите в комментариях я не буду это озвучивать и самое главное я считаю что вообще то о чем я неоднократно упоминала в сегодняшнем разборе то как началось интервью это какую мысль она дала ведущий сейчас учитывая то что мы с вами уже можно сказать разобрались в ее невербальном поведении да вот эти слова уже можно оценить из точки зрения невербалики да я специально их конце поставила несмотря на то что этим начинается интервью давайте посмотрим и вот я считаю что это главные фразы которые можно сказать что стали тем вот главным флагом этого всего интервью критика которая связана с однобоким освещением новостей вот и и на свой счет принимаешь а я не считаю что она однобок и вот смотри сегодня наш программу мы дали все точки зрения на всегда даем это эту две точки зрения а когда люди хотят тебя на чем-то подловить они начинают иногда врать что мы не дали ли мы дали мы даем как не даем все даем вот видите она говорит это но эмоций мало то есть она проговаривает какую-то номенклатурную какую-то информацию данную какую-то такую общую информацию которую и она знает что да она здесь она дает да только под каким ракурсом эти две точки зрения она дает но это оставим за скобками да ну да она соблюдает определенные правила журналистики да и в этом она себя подстраховала но она понимает насколько это вот эти две точки зрения они манипулятивны ну вот по-человечески она все понимает поэтому там нет никаких иллюстраторов поэтому она говоря это сжимается да вот я в домике да я из домика вещаю да я на трибуне я прячусь за трибуну да ну то есть вот нет энтузиазма в этом дальше смотрим вы же не даете не знаю там тему отравления навального почему мы все сообщили что случилось но вы ее давали с разных видите очень осторожно говорит мы все сообщили что случилось да но тут вот это вот осторожная подача этой информации говорит о том что да это все было под определенным ракурсом давалось ракурсов так скажем мы говорили что говорят в клинике шарите мы говорили что говорят те кто сказали что его не отравили вот смотрите она хоть и включила иллюстраторы да здесь я думаю что больше профессиональная ее уже наработка потому что ну как бы иллюстратор пошел но при этом челюсть не поднялась например да голос не повысился нисколечки то есть получается эмоции все-таки не включились до иллюстраторы пошли но это как бы сигнал того что эмоции включились но они не включились просто она продолжает проговаривать определенную информацию все эти точки зрения мы выдали что у тебя когда-нибудь был была вот такая проблема что тебе хотела сказать либо больше либо чуть-чуть с другого ракурса но ты была ограничена бывает конечно я бываю ограничен форматом и я кстати не считаю что это правильно пропаганда это не тупой молоток это тонкий скальпель и надо умно все делать и запрещать и не пущать это неправильно вот смотрите как она говорит эти слова я считаю это главные слова этого интервью она наклоняется вперед это энтузиазм она как бы доверительно обращается к ведущей то есть такая доверительная беседа она сообщает по секрету и здесь есть иллюстраторы то есть вот здесь она загорелась вот здесь она как раз говорит самое главное и о чем она говорит о том что пропаганда должна быть четкой да и здесь вы понимаете что она прям четко обозначила свое место она мог возникнуть вопрос про пропаганду и если бы она не считала себя ну из этих людей которые занимаются пропагандой она бы удивилась она бы сказала да нет да что вы да мы же две стороны освещаем да мы же максимально беспристрастны да но нет она сразу определила себя в число пропагандистов и с этим даже не спорит она делится опытом понимаете люди то есть она не не просто не отнекивается она даже заявляет о том что да я пропагандист да да чистейшей воды просто я это делаю тонко с манипуляциями так как это надо делать вот и все ну для меня вот как ну и тем более я еще посмотрела ее программу время я поняла насколько вот эта промывка мозгов ведется грамотно это сто процентов причем умными людьми к чему я подводила вот был фрагмент где она прям четко определяла что надо обязательно сексуальную составляющую до подвести вот все наши недостатки наших вот каких-то нашего бессознательного да все это используется и очень четко и умно вот такими людьми как вы дальше смотрите не смотрите эту программу но лично для меня я мне хватило там буквально заставочки того что она вещает я поняла что я для себя не надо мне это не надо мне такой промывки мозгов потому что как бы ты не считал все равно после просмотра вот такого и то как она все выдает я я вижу профессионала да с профессионалами как с шулерами конечно же садится играть это очень опасно поэтому смотрите делайте выбор выводы для себя сами конечно я здесь не буду свою позицию озвучивать хотя конечно же в каком-то из видео я обязательно соберу всю информацию и объясню вам почему я придерживаюсь определенной точки зрения если вам интересно напишите это в комментариях а и значит в любом случае напишите в комментарии все что вы думаете об этом разборе да может быть я где-то перегнула палку для меня очень важно ваше мнение и вообще не забывайте ставить лайк подписываться на канал и создавать какую-то активность потому что конечно же я сейчас понимаю что мы блогеры оказались но немножечко в худшей ситуации но это не страшно знаете по сравнению с тем что переживают люди в украине я мне грех жаловаться поэтому здесь я полностью поддерживаю тех людей которые сейчас находятся в такой ситуации как бы это не звучало да вот такая вот история и в общем в любом случае мои дорогие подписчики я вас всех очень люблю я вас не собираюсь никуда забрасывать просто мне надо было пережить какой-то период как вот это все все это конечно же жуткая депрессия у меня было но слава богу это в прошлом надеюсь до новых встреч пока 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 Продолжение следует...